всем здравствуйте это канал хмс я новый оператор ну я вообще был за кадром когда в общем это та самая наша старая рубрика веселый обзор уже не помню какой выпуск надо будет посмотреть потом ну что ж и любимые наши йогурты которые мы так часто снимали уже не помню сколько видов всякие европейские украинские много чего не выкладывали как-то откладывали откладывали но посмотрев по просмотрам там прям есть не видео которых тысяча там чтобы не забывать будем выкладывать по факту много лайков тысяча есть по разным короче вот сегодняшний у нас обзор йогуртов фильма волошковый полы и вроде помню она каких-то больших бутылках продавалась раньше а сейчас они вроде дизайн поменяли сделали разные вкусы в общем начинаем такой вот у нас что есть абрикос вишня черника ананас и клубника ну да это вроде бы вся линейка ну может что-то еще есть но в общем все равно и так пять вкусов так что начинаем вот так вот короче выглядит прозрачная прозрачная короче есть эти маленькие кусочки абрикоса немножко затемняет камера пробуем по запаху обычно довольно густой по запаху по агнидомлюкоза на что там этом будто сбродил не кстати вот состав насколько он натуральный блять не фокусирует камера насколько он натуральный это как кислости ароматизаторы стабилизаторы регуляторы кислотности не просто кислинка как будто облизал батарейку такое барвные ки есть кстати но не фокусирует короче камера больше как будто это молоко которое не очень натурально на солнце стухло кисляк вот такой привкус у этого есть ну да что то у меня не очень вкус какой-то вообще не натуральный блять искусственный не сочетается с абрикосами вот если бы оно просто был кисляк оно было вкуснее ну вот короче да скисшее молоко вон там стоит в общем вкус я не скажу что прям супер натуральный ну вообще не натуральный почувствуется какие-то консерванты блять да помню купили какие-то швейцарские какие-то йогурты там похоже на самый дешевый наполнитель абрикосов реально самый дешевый не натуральный абрикос по крайней мере абрикос фигня ну может дальше будет вам переходим к следующему вот так вот выглядит там тоже что-то есть краплинки он если видите небольшие как бы там показать вам но вам еще тоже есть довольно красный пахнет тоже обычным таким наполнительным вишня типично но поприятнее нет вот этой кислотности кстати это какой-то менее густой вот более разбавленный не вишневый гораздо поприятнее приятная вишенка ну тоже химический вкус не ну мне прямо прямо намного больше это такой стандартный наполнитель вишни он встречается всяких соках напитках с вишней да вишня такая в стиле леденец вишня или сандора вишня ну да 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 но не но не очень натуральный конечно я помню мы пробовали немецкие уже и какие-то французские они намного были натуральнее вкуснее но они были густые а это типа жидкие так что ладно переходим к следующему вкусу и так по цвету не сильно отличается от предыдущего свишни тоже есть крапление ты сказал какое-то да а это это с вишни извиняюсь это с черника все с вишней на второй вкус кстати я забыл они все по 350 грамм кстати покажи довольно темный я пока но не сильно отличается предыдущего черника чувствуется в виде шкарлупы от черники чего блять шкурки ты как будто шкурки черники живешь ну кстати эти зернышки зернышки чувствуются зернышки чувствуется кожура кожурка и зернышки чувствуется от черники ну тоже кстати жидкая по запаху не сильно явный запах черники обычно тоже такой неважно какой-то не сильно явный вкус ну то есть как будто приглушенный там водой или чем-то еще не знаю блять чё-то не дуже блять ну по крайней мере не сильно химический хотя тоже искусственный вкус не не похож на прям настоящую выращенную чернику вот прям собраду из огорода он мы кстати недавно собирали и жирали ну короче не похожи ладно переходим к следующему вкусу так более светлый можешь не рогать короче клубника по полюница полюница полуница кто понял тот понял а кто понял тот понял кстати тут вкраплений не есть тоже вкрапления но небольшие есть ну как-то выглядит вообще не выразительно научил выглядел неплохо тоже какой-то слабый очень запах очень слабый запах ну чувствуется на фоне так на фоне найти как ароматизатор попробуем клубника вообще не похоже похоже на вот эти вот помадка на эти конфеты с помадкой или зефир вообще не не абсолютно не натуральная глупника исключительно искусственная какая-то зефир а там составик есть вообще клубника блять вот это вот блин я не знаю чё ж не фокусирует блять может быть какие-то таблетки ну ладно прочитаю вам сейчас не фокусирует именно таблетки не конфеты сосательные таблетки знаешь такие витамины напомнивать фруктовый пастеризованный полумития блять вообще как тут клубника и не пахнет тут просто ароматизаторы натуральности это вообще дно это просто ужас ну да кстати сколько стоит примерно помнишь к йогу да не сколько стоит примерно блять не помню ну недорого там что-то мы по скидке брали что-то все по моему грин 15 20 до 20 до 20 до 20 или 18 а так где-то да по моему 18 так оно стоило 27 так за тридцатку по моему так короче она стоила давай так до 30 по под 30 опаски кстати он гады рекламируют свой facebook и instagram блять блять да шо шо тут с фокусом блять не клубника к этому о так фокусирует вот не только вот тут кстати витамины витамин d витамин а витамин е есть вырубник брат юрия место черкассы в улице кобзарска ясно да переходим к следующему вкусу последнему кстати так выглядит в общем вот таким образом слегка слегка желтка желтоватый да ёбаный рот ананас я сказал ну шо не видно ананас а ты видишь как я вообще кропей не вижу где ананас я когда нюхал с бутылки блять не тут запахи перемешались я не могу уже ваша на капуста не пахнет пахнет каш квашеной капусты нет пахнет консервированным ананасом не не таким свежим я просто тут уже перемешались он видите вкрапления других остались кстати принцессы нори это не реклама это просто чашка у меня такая давайте повернуть ну чай не очень но такой ладно пробуем на пуск квашеная капуста ой блять ананас по моему тяжело сделать ненатуральным но они умудрились слушай это по моему худший блять вкус даже хуже чем кубника насколько они натуральные насколько они вкусные насколько блять но и при они его неприятно пить аж ну то есть это реально на один раз блять и все сука не вкрапления все же небольшие есть он видите желтоватым кусочек есть он короче шо я могу хочу хочу вам сказать есть очень крутой наш йогурт нет есть очень наш крутой йогурт активе там тоже есть вкус ананас насколько он вкусный блять ему каких-то из обзора она активе до поставил аж 10 баллов по моему ну или 9 ну короче не 10 по мудись там были прямо такие плотные кусочки насколько натуральный будут нашего производства в принципе 1 тоже довольно дорогой там 30 или 40 грин блять баночка без акции стоит ну блять насколько тут говняный вкус просто я не могу даже описать какой-то сбродивший консервированный ананас блять полежавший в каком-то блять грязном помойном ведре это все залили водой из туалета блять и вот это добавили молока оно все сбродило блять и и залили сюда и так от ананаса кстати тут тоже ничем не пахнет я могу хочу сказать напомнивать фруктовый по 100 хочу тут один напомнивать и тут ничего натурального нет крахмал а ананас 35 процентов кстати внимание блять то шош в камеру ёб твою блять в общем то написано на нас 35 процентов если не верите то пойдите сами блять в магазин и проверьте блять мы уже пришли к выводу или еще нет щас 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 ну сука ладно в общем я думаю вы не поверили что ну я не верю что там вообще там ноль блять процентов ананаса ну или хотя бы там два три пять блять это максимум настоящее а все остальное блять короче ладно переходим к основному выходу выводу в общем короче оценки да мы не будем ставить саипал рыкать блять короче оценки мы явно не будем ставить там от 0 до 10 хуй 10 12 пиздец ну вы поняли все там 100 баллов короче такого всего не будет просто оценим вкусно невкусно и ну как бы по объективности до вишня вишня самую топу я согласен вот это все равно с учетом того что вкус не натуральный во всех вообще не натуральный вкус вишня она более насыщенный более приятные самые на втором месте я думаю что идет абрикос тут нет черника тут все четыре говно ну знаешь из говна не слушай ну нет больше всего не понравился ананас серьезно вот вот серьезно вот смотри вот короче вот это два самых невкусных пони это клубника и ананас клубника еще понимаете она там не насыщенный очень вкус и тоже не натуральный но как бы его еще пить можно то есть ну такое найти если нечего брать то берите это это блять ну я каким-то подброженным кислякома дают это как будто не черника тут а шкура черники то вот примерно а вот это это вообще дерьмо серьезно блять серьезно не берите никогда блять вообще категорически вам не рекомендую это пробовать но если вы уж какой-то прям супер фанат пробования разных видов йогуртов как мы то можете конечно заценить но так и вообще не советую вам его брать ну и клубника тоже а все остальные принципе ну так как знаете как пробовать ну а так регулярно регулярно стоить хотите брать этого фирмы берите с вишней кстати это бифидо йогурт то есть он типа блять полезный не на аксиве аксиве даже и активе лучше на новой серии переобзоры переобзоры ну это не реклама это просто вам горю для того мы снимали там помощь в двадцатом году ну какие-то может другие вкусы это снимем ладно с вами был хмс и оператор рома ревропский всем удачи всем пока ждите новых серий